Когда с первого раза, непонятно. Первоуралец второй раз предстал перед городским судом за управление автомобилем в нетрезвом виде. Какое наказание ему назначили после повторного нарушения закона, расскажем в следующем сюжете. В зале суда Сергея Хасанзанова поместили за решетку, будто особо опасного преступника. Впервые сотрудники ГИБДД задержали мужчину за нетрезвую езду в 2019 году. Тогда все обошлось штрафом и лишением прав. Второй раз Сергей сел за руль пьяным в 2020-м. Суд назначил мужчине лишение свободы на 10 месяцев, а потом сменил наказание на обязательные работы. В третий раз его поймали за рулем под шофе в сентябре 2022 года. Хасанзанов, являясь лицом, имеющим судимость, умышленно осознавая общественную опасность своих действий, управляя автомобилем Ford Explorer без государственных регистрационных знаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение на территории городского округа города Первоуральска. После третьего задержания мужчина находился под подпиской о невыезде, но нарушил ее и был объявлен в розыск. Поэтому рецидивиста доставили в зал суда под конвоем и поместили за решетку. Тем не менее, Сергей Хасанзанов просит суд рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и с признанием вины. Ну, и правильно понимаю, выводы-то сделали из-за того, что произошло. Естественно, да? Раскаивали. Гособвинение просит назначить Первоуральцу больше двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав больше, чем на пять лет. Адвокат, в свою очередь, ходатайствует о смягчении наказания до условного срока. В деле нет отягчающих обстоятельств, у подзащитного положительная характеристика и несовершеннолетний ребенок на иждивении. Суд приговорил назначить Хасанзановым Сергеем Андреевичем наказанием в виде лишения свободы сроком на один год три месяца с отбываемым наказанием с предыдущего общего режима с лишением права заниматься действием по управленным транспортным средствам сроком на четыре года один месяц. Встаньте, пожалуйста, вам предоставляется последнее слово. Не, не чувствую. На то, чтобы обжаловать приговор у Сергея Хасанзанова есть 10 дней. Виталий Мотин, Евгений Шилов, Новости, Первоуральск.